А вот так он выглядел в апреле. Что касается рациональности выращивания абрикоса в московском регионе, то это, честно вам скажу, на мой взгляд, полностью лишено всевозможного логического объяснения. Уж лучше его нарастить яблоки. Посмотрите, сколько яблок можно получить с одного маленького деревца. То есть, каждое яблочко там 100, 200, 300 граммов. Представляете, вот какая красота! И это наш исконный продукт. Но сегодня в ролике об абрикосах Пойдемте покажу, что с моим водолеем и с другими абрикосами. И как дела обстоят с теми экспериментами, которые я начал в прошлом, в 2022 году. Начну я с абрикоса царский. И вот так он выглядел в апреле месяца 2023 года. Вот, наверное, в абрикосе было в том году штучек 5 абрикосов, крупных, в два раза больше, чем водолей. Сладких, сочных, хороших абрикосов. В этом году он свел, но ничего из этого не получилось. Во! Ну, а вот мой абрикос водолей. В этом году он свел обильно, но меньше, чем в том году. И вот такие вот плодики, несколько десятков, он, конечно же, как говорится, выдал мне. Чем плохо выращивать абрикосы в московском регионе? Да, в любом регионе выращивание абрикосов связано с тем, что культура очень неустойчивая. Две проблемы у нее. Первая – это выбривание корневой шейки, но это по живучести. А вторая проблема – это их у меня ломает. Не знаю почему, не такие сильные ветра у меня, но их ломает из года в год. Ну, шо ты будешь делать? Вот как так? Даже этот абрикос у меня стоит подвязанным. С того года, потому что в том году сломал у меня один абрикос и шатало это так, что я решил его подвязать. И пока пусть он у меня будет подвязанный в трехточечном исполнении. Соответственно, пока он жив, несмотря на то, что в этом сезоне у меня даже яблоню одну уронило, вырвало вместе с корневой системой. Что вы скажете, друзья? Бросить или бороться? Ну, я, конечно же, буду бороться. Но самая большая проблема – это, конечно же, возвратные заморозки. То есть он у нас цветет, облевенно цветет, все начинает завязываться, но потом большинство завязей скидывает. Почему? Потому что, скорее всего, ну, у меня так происходит из года в год, приходят возвратные заморозки. А это критично для абрикоса, то есть свет он весь сбрасывает. Либо это дикие ливни начинаются, и, соответственно, тоже все это дело выпадает в осадок. Вот такая красота. Еще одна проблема у абрикоса – это зимостойкость. Ну, как мне задают вопросы, как они зиму переносят. Зиму они переносят прекрасно. До минус 40 градусов, мне кажется, абрикосы держат легко и свободно. То есть, возможно, конечно, вымерзание почек, но почки будут вымерзать, это когда у вас вот именно холодная погода с ветром. То есть вымораживаться когда будет. Но для этого необходимо осенью и вот в августе как раз месяце делать влагозарядковый полив, чтобы, отдав урожай, оно могло восполнить свои силы. И, конечно же, мой любимый монокалифосфат подготовит дерево к зимовке. И проблем с вымерзанием, ну, я, во всяком случае, не сталкивался. А с тем, что я сталкивался, это, конечно же, манелиоз. Поэтому три обработки хорусом, ну, делают свое дело. Видите, никаких монелиозных проявлений на этом абрикосе у меня и на тех абрикосах практически нет. Кроме одного первого, который посажен был, ну, я его тогда не обрабатывал еще, потом начал, ну, и в итоге пришлось его пофигачить. Ну, и, конечно же, такая проблема, как подвой. Вот этот абрикос первый, который я выращиваю из косточки, он у меня взошел, проращивался. В этом сезоне я посадил много косточек, ну, точнее, в предыдущий год я посадил под осень много косточек. Но, ну, давайте я вам покажу. Если помните, вот на этой грядочке я посадил много-много косточек при помощи своего сажателя маркера для чеснока. Но ни одно из них не пробилось. Хотя уже август месяц, по идее, должно. Ну, грядочка у меня под паром, как говорится, постояла. Ничего здесь не выросло, кроме сорняков, и не росло, и не сажалось. Поэтому таким способом, наверное, посадка абрикосовых косточек нерациональна. Нужно сажать, как я и в первый раз сажал, это в емкость, в погреб. Потом она прорастает спокойно, то есть ему нужна небольшая стратификация. Возможно, они вымерзают кости. Либо им просто не хватило водички. Вот мышей я защищал сеткой металлической, ну, потому что мышки, говорят, очень любят эти косточки сгрызать. Но еще эта грядочка у меня все равно постоит, надо ее полить, кстати. Здесь сухость такая. Может, из-за этого и не взошло, что сухо очень. Дорогие друзья, и поэтому, прежде чем посадить у себя на участке абрикос, нужно первоначально задуматься, нужно ли вам вот это вот геморрой, как говорится. За 200 рублей килограмм абрикосов можно купить спокойно в Москве в сезон, вообще не напрягаясь в любом магазине. Но, я так понимаю, те, кто смотрит мой канал, они немножко шизанутые дачники-огородники, как и я, и им хочется вырастить какую-нибудь экзотику. Артишоки там посадить всевозможные, либо абрикосы посадить. Ну, вот у меня растет абрикосик. Ну, это же просто отдушина, так сказать, потому что их вот немного плодов, но они слаще намного, чем покупные. Ну, это вот на мой личный взгляд, вот такую красоту сорвать просто приятно. Пусть их будет десяток всего, но все равно, на мой взгляд, это стоит тех мучений, которыми я занимался все это время. Поэтому, дорогие друзья, вам и вашему саду я, как всегда, в завершении ролика пожелаю здоровья, а все остальное приложится. И поставьте, пожалуйста, лайк, ведь вы досмотрели ролик до конца. До свидания, до новых встреч!